ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На первом развлекательном городские новости в студии Руслан Мазитов. Здравствуйте! И как всегда в начале выпуска, коротко о самом интересном. Парковый трещит по швам. Жители микрорайона жалуются на трещины в стенах. Променял кузнечиков на картофель. Шеф-повар оставил 4 ресторана во Вьетнаме ради одной столовой в Челябинске. Территория закрыта от посторонних глаз еще в 30-е, но и сегодня попасть туда могут только жители микрорайона. Городок НКВД вчера и сегодня. Одиноким предоставляется общежитие. Почему большинству студентов пришлось забыть эту фразу? Дома микрорайона Парковый трещат по швам. Об этом заявляют сами жители. В комнатах из-за трещин гуляет ветер, но компании-застройщику, как говорят владельцы квартиры, все равно. Никаких мер по устранению брака никто не предпринимает. Хотя строительство Паркового начиналось весьма радужно и перспективно. Наша гордость, наша разработка. Вот так, в красках два года назад, Михаил Юрьевич рассказывал тогда еще президенту Дмитрию Медведеву о доступном жилье в новом месте Парковой. Купить квартиры, в котором по задумке могут хоть студенты, хоть бюджетники. Мы сделали здесь такое ноу-хау, вышли на рынок наши строительные компании малогабаритного жилья. Именно малогабаритного, когда цена квартиры равняется цене машины. Это квартиры студии, небольшие, 27-30 метров студия. В ней сразу же находится кухня, санузел. Сколько такая квартира стоит? Примерно она стоит, в зависимости от метража, 800-900 тысяч. Интересный проект, конечно. Я думаю, что если у вас будет хороший опыт его реализации, судя по тому, что вы докладываете, уже довольно интересный. Интересно, да, но вот о хорошем опыте спустя два года говорить не получается. Первое, что вызывает сомнения – качество доступных квартир. Вот у нас щели. За стеной вентиляционная шарта. Есть запахи, которые идут в вентиляции, все попадают сюда в комнату, в квартиру. Причем запахи в квартире – это не самое страшное. По своему жилищу Денис Лик может экскурсии устраивать на тему, как халтурят строители. Во всех комнатах во время дождя потолки намокают. В спальне визуально видно провисание плит. И, скорее всего, причина многих бед – протечка межпанельных швов. В зимний период времени на стыке швов рукой чувствуется то, что идет холодно. В данной комнате холодно. Плинтуса холодные. Но ответ, значит, нет у вас намерзания, значит, все нормально. Кухня этой же квартиры. Здесь трещина во всю стену. А это та же самая трещина, только вид из подъезда. Причем растянулась она на все этажи жилого дома. Насчет данных трещин, которые внутри квартиры, говорят, что это усадка дома. То есть, как бы на это сейчас списать все проще. То есть, непосредственно усадка дома. А когда плита упадет, там уже будет поздно. Там уже угод разбирательства. То есть, соответственно, не дай бог люди погибнут или еще что-то. Я переживаю за свою семью, а также за жителей подъезда. Пока одни переживают за собственные жизни, другие считают многомиллионные прибыли. Одним из основных владельцев компании-застройщика микрорайона Парковый был бывший водитель губернатора Юревича Александр Москалюк. Еще один подчиненный губернатора Сергей Давыдов в сентябре 2011 года по указке свыше заявил, отныне в Челябинске не будут строить панельные дома. Тогда же Государственное автономное учреждение госэкспертиза Челябинской области перестало принимать от застройщиков проекты таких домов. А администрация города выдавает разрешение на их строительство. Но единственной компанией, которой панельные дома строить можно, является все та же строительная компания Green Flight. Сейчас она также возводит микрорайон Академ-Сити. И снова панельные дома. Служба информации СТС Челябинск. Закон в действии Роскомнадзор требует от операторов связи ограничить доступ к запрещенным ресурсам. Для этого абсолютно всем операторам связи Челябинской области необходимо авторизироваться на едином портале реестра запрещенных сайтов. Правда, на практике не все провайдеры с серьезностью отнеслись к закону. Оператор Челябинский один, но он на момент составления протокола уже выполнил все условия. Второй оператор из САДКИ это СКАД. Несмотря на все предупреждения, до сих пор не произвел регистрацию, авторизацию на сайте запрещенных ресурсов. Напомню, 1 августа этого года вступил в силу закон, обязывающий провайдеров ограничивать доступ к тем или иным интернет-ресурсам, а также показывать информацию, добавленную или скачанную пользователями. Быстро, качественно и с выездом на дом в Челябинске открылся третий по счету кабинет неотложной помощи. Теперь быструю медицинскую помощь смогут получить жители Ленинского района. Цель врачей неотложной помощи – выезд к пациентам с высокой температурой, с обостренными хроническими и острыми заболеваниями. По словам специалистов, в арсенале кабинета есть все необходимое – от портативного ЭКГ до простейших медикаментов. На оснащении кабинета имеется укладка врача неотложной помощи, лечебно-диагностическая аппаратура. То есть, выезжая на вызов к больному, мы можем оказать квалифицированную помощь. Неотложка призвана разгрузить скорую помощь, которая с этого дня будет заниматься экстренными и более сложными случаями. Сейчас, по статистике, в среднем за неделю кабинет принимает около 120 вызовов. «Одиноким предоставляется общежитие» – эту фразу большинству студентов пришлось забыть. Теперь для получения койко-места нужно быть еще и льготником. Комнат катастрофически не хватает, да и те выросли в цене. Как решает свой же личный вопрос челябинские студенты, и почему те, кто сегодня платит баснословные суммы за аренду квартиры, к зиме смогут ощутимо сэкономить? Александра Мыльникова расскажет. Поиск жилья для Анны Дьячковой – вопрос давно решенный. Уже четвертый год она прописана в общежитии. Во-первых, приехала издалека, из Казахстана. Во-вторых, из семьи малообеспеченной. Таких студентов в общежитии селят в первую очередь. К тому же льготникам за хрышу над головой не приходится платить. А вот для остальных цена койко-места в этом году ощутимо выросла. Общежитие теперь финансируется не из федерального бюджета, а из кармана вузов. На фоне минимальной стипендии – это полторы тысячи рублей – цена за набор удобств оказалась критичной. Она составила около 1900 рублей. Естественно, желание перекладывать абсолютно все расходы на студентов у нас никакого нет. Ректорат большую часть расходов взял на себя, администрация вуза. Поэтому с 1 сентября стоимость платы за проживание в общежитии для наших студентов составила 450 рублей. Впрочем, получить место в общежитии для студентов – большая удача, потому что жилья катастрофически не хватает. А съемные квартиры к 1 сентября традиционно поднимаются в цене на тысячу или две. Риэлторы говорят, студенты – самый верный индикатор рынка. Но переплачивают за жилье сейчас только те, кто спохватился за неделю до лекций. Как правило, такие студенты, которые сейчас вынуждены снять дорогую квартиру, они через месяц, через три, через четыре, через полгода меняют квартиру на более дешевую, потому что зимой можно снять уже на тысячу, на две дешевле такую квартиру. Эльвира Шаимарданова за комнату платит 8 тысяч, пока хозяин планку не поднимал. Расчетный период у него – календарный год, а не учебный. К третьему курсу студентка усвоила – поисками лучше заниматься задолго до 1 сентября. Впрочем, даже новоселье вне сезон не гарантирует счастливой жизни вплоть до пятого курса по одному единственному адресу. Я с первого курса поменяла уже три квартиры, поиск. В основном это от хозяев зависит. Они часто продают свои жилплощади. Меня так складывало, что у меня в течение учебного года я два раза съезжала с квартиры. Ну а так пока в этой квартире держимся. Кстати, Эльвира идеально вписывается в тенденции сезона снимать жилье с подругами и друзьями. 8 тысяч аренды она делит на двоих. Риэлторы говорят, есть вариант еще более выгодный – снимать двух- или трехкомнатную квартиру на трех-четырех студентов. Хотя еще год назад в тренде были полуторки на одного, максимум двух. Александра Мыльникова, Алекс Алпанов, СТС, Челябинск. Челябинский арбитражный суд рассмотрел иск жителей домов по улице Елькина к чиновникам городской администрации по поводу уплотнительной застройки. Напомню, в непосредственной близости двух домов и 80-й гимназии строится элитная высотка. Есть ли сдвиги в этом непростом деле, наш корреспондент расскажет. Элитная высотка вплотную к двум домам и 80-й гимназии офисы вместо пристроя, который так просило руководство школы. Как можно подписать документы на строительство здесь огромного здания, жители домов по улице Елькина так и не могут понять. Говорят, такое уплотнение в уме не укладывается. Так же, как и масштабная стройка прямо у стен школы. Там идет строительство полным ходом, там роют котлован, разбирают дом. Там пылища идет такая. У меня как раз выходят окна на стройку, балкон. Я каждый день выхожу и сметаю пыль тряпкой конкретно. Шум с утра начинается, до 8, до 9 вечера машины едут, грязь оттуда со строек несут. Машины колесами все это разгребают. Вообще, конечно, ужасно. Представители инициативной группы подали иск в суд. Заседание состоялось сегодня и продлилось почти полтора часа. Судья высказала претензию представителям администрации. При рассмотрении суда первой инстанции они ни разу не посчитали нужным явиться на заседание. Впрочем, все доводы застройщика и чиновников остались прежними. С документами у них все в порядке. Результат встречи оказался неутешительным для жителей. Результаты, конечно, нас разочаровали, мягко говоря, потому что мы надеялись на всестороннее рассмотрение всех фактов, которые были изложены как представителями администрации, так и ГУАИК, и нами, как третьими лицами. Но, к сожалению, пока осталось в силе решение апелляционного суда первой инстанции. Впрочем, жильцы не намерены сдаваться и опускать руки. Говорят, это только начало их борьбы и действовать они намерены исключительно в соответствии с буквой закона. Впереди у правдоискателей еще несколько судов. Молитва и любовь, конечно. Закону смеха. Именно с таким девизом он работал на лучших кухнях Челябинска и Вьетнама. Открывал новые заведения, кормил иностранцев русскими пельменями и блинами. Устав от экзотической жизни, Тимур Жанайдаров вернулся в родной город. Вот только на этот раз работать он решил не в модном ресторане, а в университетской столовой. Я закончил там свой проект. Мы поставили кухню, ресторан открыли и, соответственно, захотелось чего-то еще. Я очень соскучился по нашей природе, по России, по Челябинску. Люблю нашу природу. Очень люблю. Приняв новый пост, Тимур сразу же поменял студенческое меню. Теперь любой желающий может попробовать баклажаны под азиатским соусом и необычный фруктово-овощной десерт. Коллеги по явлению нового начальника только обрадовались и с удовольствием перенимают заграничный опыт. Он новое что-то ввел в наше... У нас был женский коллектив, он, во-первых, разбавил нашу женскую компанию. Очень много блюд новых и нам интересно. Мы старались каждое перенять всю изюминку. С появлением заграничного шеф-повара посетителей в столовой явно прибавилось. Как признаются сами студенты, приходят и на него посмотреть, и новое меню оценить. Я слышала, что очень хороший повар здесь, и поэтому вот мы пришли сегодня. Все, пытались попасть, и все никак не могли, но собрались. Салаты очень вкусные, чаще всего их буду. Супы тоже очень хорошие. Но в целом, если сравнивать с другими столами, у нас довольно качество на достаточно высоком уровне. Теперь талантливому повару хочется осуществить мечту детства и открыть собственную школу кулинарии. Анастасия Мельникова, Петр Сафонов, СТС, Челябинск. Маленькие слабости сильных парней. В Челябинске неизвестная девочка терроризирует профессиональных спортсменов. Юная леди знает биографии силачей, историк соревнований и даже родственников. Кто скрывается за страницей в социальной сети, Дмитрий Щапов разбирался. Полгода на просторах всемирной паутины силачей областной федерации армспорта, по их утверждению, терроризирует 16-летняя Елена Соколова. Во всяком случае, так она представляется. В какой-то момент, говорят армрестлеры, безобидный подросток стал представлять угрозу. До этого она писала, скажем так, корректно. То есть и тут, получается, пару дней назад написали юниор, начали жаловаться, что напишут оскорбительные сообщения. То есть оскорбляют не только их, но и семью. То есть попросили разобраться. Мы, естественно, разобрались, написали сообщения. Сколько спортсменов написалось, сказать сложно. У нее в друзьях, грубо говоря, точно половина армрестлеров, которые борются. Как выяснилось, девушка не обошла вниманием и спортсменов из соседнего Екатеринбурга. Оскорбление, провокация и шантаж. Силачи забили тревогу после того, как поняли, незнакомка в деталях знает личную и профессиональную жизнь богатырей. То есть знала про каждого спортсмена, знала про его поражения и победы. То есть знала абсолютно все про каждого. И это только можно сделать вывод, что она присутствовала там, либо кто-то ей рассказывал об этом. Но она знала полностью все. То есть где тренируется, с кем тренируется. Установить реальную личность виртуального вредителя армрестлерам так и не удалось. В первый день учебного года страница девушки бесследно исчезла с просторов мировой паутины. Видимо, начались школьные будни. Дмитрий Щапов, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск. В центре Челябинска вскоре появится 8-метровый полицейский. Бронзовый памятник собираются водрузить в сквере рядом с Кровеческим музеем в память о погибших сотрудниках МВД. Деньги на почти 4-метрового солдата и такой же высоты постамент собирали всем миром. Почти 20 миллионов рублей передали ветераны МВД, действующие сотрудники и бизнесмены. Теперь дело осталось за малым. Разбить в парке досуговый комплекс, где памятник станет центральной фигурой. Это действительно солдат вооруженной, в полной экипировке и спасший ребенка, который держит за руку. Это прототип ребенка нашего действующего сотрудника полиции. Сейчас готовую скульптуру увезли в соседний Екатеринбург. Ей предстоит обзавестись бронзовым покрытием и вернуться в южноуральскую столицу. Установить памятник планируют 10 ноября. В середине 30-х этот комплекс выглядел на фоне деревянного Челябинска каменным исполином. Но попасть внутрь могли только избранные. Квартал с серьезным названием – городок НКВД уже несколько десятилетий, место прописки высоких чинов. Как в микрорайоне на Алом Поле переплелись архитектура и политика, и почему он даже сегодня остается закрытой территорией. Переворачиваем очередную страницу истории. Добавин КВД середины 30-х это был своеобразный город в городе. Здесь были свои детские и спортивные площадки, магазины, предприятия сферы услуг. А потом появился еще и собственный дворец культуры. Правда и контингент здесь тоже был свой, особенный. Комплекс зданий для государственных служащих появляется напротив Алого Поля в 1936-м. На фоне деревянного Челябинска – это каменных исполин, поспорить с которым может, пожалуй, только Дом облсполкома на площади Революции. Во дворе открыты кинотеатры, футбольное поле, столы для домино и монументальный фонтан. Проектировали его два архитектора – Каринский и Тумбасов. По всей видимости, это архитекторы именно НКВД, потому что архитектор Тумбасов является также одним из авторов городка Чекистов в Екатеринбурге. Весь облик зданий, очень крупномасштабных, монументальных, отражает новое величие советской власти и такого крупного ведомства, как НКВД. Но милицейская история этого места начинается задолго до появления в стране учреждения под суровым названием НКВД – Наркомата внутренних дел. Через год после революции в Челябинске начинает работу городская милиция. Она состоит из начальника, трех помощников, песцов, курьеров и 58 милиционеров. В городе Челябинске в 2019 году, 6 августа, по распоряжению революционного комитета стали формировать Челябинскую милицию. Занимался этим большевик Самаркин. Здание, первое помещение Челябинской милиции располагалось на перекрестке улицы Южный бульвар и Болотный. Сейчас это проспект Ленина и улица Красная. К 30-м годам здание снесено. Здесь начинается другая страница истории. Впрочем, сам квартал НКВД вырастает не за один год. К примеру, дом из красного кирпича на улице Красной – это дореволюционное реальное училище. Сейчас здесь факультет сельхозакадемии. По другую сторону городка – милицейский клуб «Дзержинец». Он родом уже из 50-х. А в целом, кварталы – это зачатки сталинского неоклассицизма. Но по сравнению с послевоенными собратьями, дома довольно-таки скромны. Они оперируют масштабами и игрой объемов. Кварталы теперь стали застраивать по периметру, а не строчками домов, как это было в начале 1930-х годов. На здании появились новые элементы, которые характерны для неоклассической архитектуры. Это, например, карнизы, это аттиковые стенки, которые венчают здание, акцентируют углы и центральные оси фасадов. Кстати, застройка по периметру отличает всю архитектуру НКВД. Это стремление закрыть пространство от посторонних глаз. Попасть внутрь случайные прохожие не могут. Вплоть до 60-х на воротах стоит охрана. Внутри следит за порядком патруль. В подъездах сидят консьержи. Еще бы, квартал считается престижным. Здесь в разные годы живут чины высокого ранга. Начальник городского МВД генерал Федор Мартынов, первый секретарь Челябинского обкома, позднее замминистра иностранных дел СССР Николай Потоличев и губернатор Петр Сумин. О том, что городок когда-то был единым целым, сегодня напоминает еще и сквозная нумерация подъездов и квартир. Она начинается на перекрестке Ленина и Красной и идет дальше против часовой стрелки. Например, вот этот подъезд по порядку 2-й на табличке обозначен как 26-й. Кстати, до войны в Челябинске существует еще один городок МВД. Правда, его фотографий нет даже в музее городского УВД. 21 деревянный барак стоит напротив современного здания ЮРГУ. Там живут сотрудники милиции по ниже рангам и обслуживающий персонал. Сносят бараки после войны. Сегодня городок НКВД по-прежнему остается закрытой территорией, но дело вовсе не в чинах его обитателей. Причина банальна – вандализм. Слишком много желающих посидеть здесь вечером с бутылкой чего-нибудь покрепче. Александра Мыльникова, Олег Салпанов, СТС, Челябинск. Впереди вас ждут новости спорта и прогноз погоды. А я, Руслан Мазитов, желаю вам волшебства. До свидания. Звездный рейс Рио-Москва-Челябинск. Медалисты чемпионата мира вернулись сегодня домой. Во главе компании сильнейших дзюдоистов планеты наставник российской сборной, также челябинец Дмитрий Морозов. Впечатления от бразильского чемпионата неоднозначны. И это единое мнение как спортсменов, так и тренеров. «Было очень много странных моментов в судействе, тех которых не было прежде. Это касается в первую очередь наказаний. Но я так понимаю, что сейчас будет анализ и будем обсуждать это. Это не было самоцелью этот чемпионат мира. Это высокие соревнования, на которых проверялись наши новые правила. Я уверен, что там наверняка будут обсуждать и корректировать». Серебряные медали в команде также, с одной стороны, повод для радости, с другой – сожаление о том, что могло быть, а вернее должно было быть золото. «Должно было закончиться совсем по-другому. Мы как бы 2-0 вели в финале, и три встречи подряд проиграли наши ребята. И там мы должны были выиграть, потому что там один из борцов, кстати, на нашем парне, на Кирилле Денисове, сделал запрещенный. Он как бы укусил, и этого нельзя делать. Это дисквалификация, и должны были стать двукратными чемпионами мира». Кирилл Денисов демонстрирует завоеванные серебро и бронзу медали с чемпионата мира. Дорогие награды, хотя что в личных, что в командных поединках настрой россиян был на высшую пробу. «Впечатления такие, как бы двойственные, потому что вроде как бы получилось завоевать медаль, но не получилось золотую, хотя были все предпосылки, и чувствовался очень хорошо. И, в принципе, шансы все были. Очень расстроился, что проиграл в полуфинале. Но все равно очень рад бронзовой награде, хоть что-то получилось». Параолимпийская сборная России завоевала бронзу турнира четырех наций по следж хоккею на льду в матче за третье место в сочинской ледовой арене «Шайба» национальная команда долела Чехов со счетом 7-2. Победу в турнире одержала сборная «Канада», обыгравшая в финале команду «Норвегия». В состязаниях приняли участие 67 спортсменов с ограниченными возможностями. Мероприятие открыло сезон тестовых соревнований в преддверии Паралимпиады. В составе бронзовой российской сборной «Челябинец» Василий Варлаков. Ныне он выступает за клуб «Югра». И совсем недавно он приезжал в родной город, чтобы принять участие в турнире по следж хоккею, с южноуральцев, с этим видом спорта. Южноуральские атлеты готовятся к новому сезону. Первый осенний старт пройдет в Чебаркуле. Открыты чемпионаты первенства Челябинской области по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Планируется, что эти соревнования соберут более 120 спортсменов из Сверловской, Омской, Челябинской областей, Пермского края, Удмуртии, Республики Казахстан. В турнире примут участие неоднократные победители Уральского федерального округа, призеры чемпионатов России и чемпионы Европы. Ольга Барунова, новости спорта, СТС, Челябинск.